Смотрим сначала хайлайты, конечно же, прежде чем попрощаться. Достаточно было опасных моментов, как я уже сказал, и силовой борьбы. В целом игра равная. Вот здесь ральгизер Михаил в первом периоде еще пытался нанести хороший бросок. Зиновьев мы видим из своего коронного круга вбрасывания, в большинстве он очень часто там находится. Здесь рисуют что-то, подсказывают помощники Валерия Кулебабы. В футбол немножко даже поиграли. Такие вот броски тоже часто наносились, но не опасные. Хотя каждый из них носил, наверное, определенный опасный характер, могли подставить и так далее. Вновь Михаил ральгизер. По-настоящему опасных моментов, наверное, было несколько. Вот здесь, например, Смирнов не смог завершить передачу. Здесь перекрывали Виктора Головлева, но сыграл он на высоте. Валицкий выкатывался на смене движения. Ясинского убрал и попытался результативно бросить Гордин. Ближний угол целил, но плечом Головлев отражает. У Гольникова мы видим бросок. Достаточно, достаточно, да, было моментов и борьбы, и за исключением третьего периода удалений много было. Вот мы видим еще один момент силовой борьбы. Здесь Вдовин попал под силовой. Наброс от Синий опасный. Там куча игроков была, да, это как раз бросок Федотова, когда в последний момент успел Головлев из-за защитника, из-за нападающего выглянуть и увидеть траекторию броска. Здесь мы видим моменты третьего периода. Смирнов с неудобной и добивание было, но без проблем, без проблем отразил Головлев. Еще один бросок. Поклонники Рязани, которые, наверное, ну и одному баллу все-таки рады в нынешних условиях. Довольны, конечно, хотелось, чтобы команда победила, но... Тем не менее. Это уже игра в формате 3 на 3 в овертайме. Опасно здесь дважды набрасывали на дальнюю штангу. Близко к воротам Головлева, но не получалось. Здесь заблокировали Ерофеева. Послематчевые броски, да, Ясинский. Несколько бросков было опасных у Петра в основное время, но в послематчевых буллитах он реабилитировался. Федотов не смог реализовать. Кстати, с защитников начинали обе команды. Здесь Круглов свою попытку не забрасывает. Гордин очень классно, очень красиво убрал на мастерстве, на паузе. Кирилл Кадышев, в своей возможности, не воспользовался. Белков также. Как, впрочем, и Шолохов. Решил достаточно примитивно бросить. Но и Балдаев не смог переиграть. А вот это попытка Максима Махрина. Смог он выиграть дуэль характеров и принести Челмету победу. Смог он это сделать и побеждают челябинцы. Черно-белые продолжают домашнюю серию. 18 января они примут Воскресенский Химик на своей площадке. А Рязань, в свою очередь, отправляется в Орск.